Субтитры делал DimaTorzok И лучший выбор платежных систем С 2011 года Более 600 тысяч пользователей Делают ставки на все Самые интересные события онлайн EGB.com Ты точно знаешь, кто победит Доброго времени суток всем, дорогие друзья С вами по-прежнему Фивер и Каспер И мы продолжаем смотреть Signature Trust Мы продолжаем с вами смотреть Execration Да, и продолжаем вообще с вами смотреть Саммит азиатских квалификаций В данном случае будет еще много матчей Не только в азиатском регионе Ну а пока что действительно Signature Trust, Execration 1-0 выиграли Signature Trust К моему удивлению Да, и к моему тоже Думаю, что зрители удивились Все-таки Execration на азиатской сцене Довольно не последние ребята Ну да, да Они хорошую дотку показывают Но при этом Signature Trust просто благодаря В великолепной игре Лейклз на морфлинге Ну, собственно, остальные тоже были неплохи Но Лейклз хотелось бы особенно выделить Круто все сделал И затащил в Солянова катку Да, но опять Миппер банится Командой Signature Trust Да, а почему бы и не убирать его Если там Эббит разваливает всех налево-направо То рисковать не стоит Вот реально Удивляешься порой некоторым коллективам Которые берут там короночку Вот последняя решающая карта На кону там, я не знаю Финал какого-то, ну там Победа на каком-то турнире И они такие А давайте-ка Не забаним там Тинкера, например Ну просто по фану Он же такой веселый герой Против него так круто играть И потом Тинкер летает Ээээ, хеллоу Пущ-пущ-пущ И пиу-пиу-пиу-пиу Все Минус пять делает И они говорят Блин, как же так с Тинкером не справились Черт, убери Детали Тинкера Эх, ну здесь Shadow Demon Not Execration Не изменяют своим традициям Ну как традициям Традициям многих В реалиях текущего патча Интересно, сделать вообще что-то С этим Shadow Demon Вообще с этими иллюзиями Или нет Ну, по итогу в Global Patch А в следующем Не знаю Я склоняюсь к одному Простому мнению То, что иллюзии пока Слишком живучие То есть То, что он может Подсейвить То, что появляются Нереально жирные иллюзии Наверное, самые жирные иллюзии В принципе В этой игре И они еще нормально Урон наносят Ну, урон фиксили Со временем Да, урон Немножко починили Это очень хорошо Извиняюсь Я сейчас могу умереть Как и я, я думаю Роман Это Димбер пока И Огр Мак У нас появляются От команды Насигнетер Траст И Вот тот Огр Который мы обадили Экзекрэйшн В прошлой карте Я вроде бы жив Спасибо большое Жив Цел Орел Ну, по поводу Цел Не уверен Но, ладно На чем я там закончил А, так вот Что-то у демона Но просто из-за того Что этих иллюзий Эти иллюзии невозможно убить Реально невозможно Они живут чуть ли не полную Полный срок годности Ну, есть ОД Да, ладно Есть крутые спамщики Массовые Они не работают К тебе приходит Лунау Которая 2500 хитпоинтов С бабочкой То есть Чем ты ее заспамишь? То есть Ну, какие у тебя варианты? Могу почти любого героя Предложить Чтоб ты убивал Эту иллюзию Ну, если ты там Не шестислотовый Кто-то с МКБ Но тебе обычно Не до размена По хп с иллюзиями Потому что ты понимаешь Что на тебя еще Пару героев нападет Ну, в принципе А все вот эти суппорты Там вторая, третья, четвертая позиция Я не говорю про пятую А это все Ну, просто не способны Их убивать Не знаю Может увеличить там Входящий урон Там до 300 процентов Или еще что-то в этом духе Не знаю, не знаю, не знаю Я думаю, что Холодножабинка И без нас разберется О! Морфлинг забанил Да, да, да Неожиданно забанили морфа Как же так? Да При этом Из таких героев Героев остаются еще у нас кто? Антимаг Антимаг В некоторой степени Да Ну, если взять Бородатого Какого-нибудь героя То это может быть Эмбер Спирит Сларк Вероятно Кстати Не то, чтобы он совсем люто сплитил Но его реально тяжело ловить Нага Нага Но она немного другого профиля Но она в плане сплита Она такая же противная При этом ее И поймать тяжелее Потому что Нага обычно Она не лазит Где-то вот Фантом лансер Фантом лансер А вчера мы видели Фантом лансера В Китае был Был Вот может быть И сейчас мы видим Фантом лансера Я не знаю Я правда Я правда не помню Выиграл он или нет Даже важно Не важно Главное, что он был Главное, что я сказал какую-то Ну просто выкрикнул Рандомного персонажа А оказалось, что он уже не был Да, со мной так обычно происходит Это как вчера я Угадал Не, ну как угадал Но там слишком было очевидно То, что там пуш под дровку И можно взять А, вот это вот Та игра там, где была пугна Оффлендер оставался Команде Это, по-моему, были Либо IG Либо Вичи Вот И там Вот, в общем, была пугна Дровка И Нужен был оффлендер Я говорю, сейчас 100% будет бестмастер И появился бестмастер Я прям, ну Просто Угадал На самом деле Привстал немножко Да, на самом деле На самом деле Я просто угадал Реально Рандомно Просто, что была первая Выкрикну И все Не, ну так Вероятность-то есть небольшая В принципе угадать Ну что Хорошо Мирана Кунка Понятно, что это все Под шэдоу демона Под шэдоу демона Инвокер имеется Ну, уже, то есть Ты можешь появиться Из Дизрапшена Под сулкейчером С Санстрайком Под ногами Это тоже очень круто Это действительно работает Урона очень много Но Хотелось бы видеть еще что-то Да, при этом Если появится у шэдоу демона Какой-то дополнительный фиксатор Ну вот В виде того же Элдер Тайтона Да Титан может быть Неплох Но пока Его тут откровенно Нет против кого брать Потому что Тимбер Армор Имеет сугубо Нарощенный Огрмаг Не тот герой Против которого берется Титан Просто Титан Его Скорее нужно Не так взять Как не отдать противнику Ну, тут пока что Бэтрайдер Ну, по накатанной идут Ну, да Вообще, я думаю Титана Нужно просто не отдать противнику Хотя есть уже Милишный Огрмаг На четвертую позицию Но И как упоминалось Ранее Ну, или на пятую Да Нами Да, ну то, что Это не очень хорошо Когда у тебя два Милишных суппорта Мы это уже видели Причем там Один суппорт Неожиданно стал Керри Но в конце игры Он был суппорт Керри умнинает Керри умнинает Керри он стал На ближайшие Наверное, минут 15 Он такой Потом, да Потом у него Что-то название Немножко менялось Никс Ассасин появляется Это на тему того Что, вероятно, появится Outworld Devourer Следующим пиком Да Что его, скорее всего Ну, забанят Если его сейчас не возьмут Но ты можешь Попытаться как-то избежать Пика Одэ Взять кого-то другого И проиграть А если не появится То Никс сам по себе Хороший герой Но вот Сайленсер тоже Сигначер Траст Не меняют ровным счетом Ничего То есть у них появляется Просто Тимбер А так, в целом Что у нас Сайленсер Бэтрайдер Осталось еще Какого-то сильного кора Добрать Какого-то, возможно Не знаю Не знаю даже кого Луну Туже Ну, кстати Никс еще неплохо Против Тимбера Себя чувствует Да, да, да И монобернами Можешь нормально его шваркать И при этом Тимберу тяжело Перемещаться на цепи Ты просто под карапасами У него на пути Стаешь И он Даже можно По чакрам зайти По чакрам может зайти Ну, просто По чакрам Ты Передвижение, конечно Ограничишь Но Тимбер В этот момент Может быть очень далеко А так, если он пытается Тебя просто уехать Да, то ты как бы нажал И все И он никуда не денется Есть Есть такой эпизодик Ну и четвертый пик Поглядим Просто вот Сайленсер Это прям булка Для жука Это Ну, это прям Прям такой эклер Вот Со сгущеночкой Прям вот Что Оно капает Капает Метом Метом намазан Вот 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 это сайленсер Для Никс Ассасина О, антимаг появился Вышеупомянутый Кстати Только уже У другой команды Вообще Вообще Сайленсер был булкой В прошлой игре Для Томпларка Только не совсем булкой И только не очень сладкой Такой Черствый, знаешь Зачерствелый Такой И твердый Это просто Время прошло Некоторое Сайленсер действительно Немножко зачерствел Но там Проблема была С мобильностью Мы уже это говорили То что там И диффузов Не хватало В некоторые эпизоды И эзерелов Было слишком много То есть два эзерела Там два гаста Или сколько там Было всего этого Ты реально задолбешься Этими диффузами работать Кулдаун 4 секунды Сейчас не приспособлен К тому Чтобы так Интенсивно воевать Банится зомби Ну то есть Считают что это жук Куда в сложную Типа пойдет Ну или жук Да, жук зомби Тоже в сложную конечно Могли бы там Дело наделать Да Ну вообще нормальная Дабла такая Ну посмотрим Чем будут отвечать На One Execration Ну тут что Тут получается Остается либо Саппорт Либо Оффлейнер Команде Execration Все зависит от того Куда пойдет Никс Ассасин А команде Signature Trust Не хватает Какого-то Ну core героя Какого-то керри Если это конечно Не Сайленсер керри И не решили Поменять вообще Глобальную стратегию Команда Signature Trust А что если Сайленсер будет керри Ну тогда Можно сразу Следующую Следующую серию А нет Следующую игру В серии Можно в принципе Серию следующую Начинать Там Типа 2-1 Сразу Не важно В чем пользу Можно coin toss Вспоминаю Вспоминаю этот турнир Dreamhack Кажется какой-то был Не знаю Года 4 наверное Назад может больше Когда победителя Просто coin toss Определили Потому что Переигровок там Было неограниченное Количество Все задолбались Играть Надо было Определять победителя Просто coin toss Бум О Ну вот Да вот он Титан про которого Ты говорил Титан Никс Получается у нас Дабла скорее всего Уйдет в сложную Это Достаточно Плотно Стоять они будут Против Огрмага Сайленсера Скорее всего И Ну может быть Либо Тимбера Либо того героя Которого мы увидим Прямо сейчас Какого героя Мы сейчас увидим Спектро Я уже говорил Что надо устраиваться Поудобней Сейчас я потянусь Так хорошенько Слушай Ну вообще Спектра Если Она будет там Собираться Через различный Вангард Диффуза Манта Она быстрая Не Спектра Великолепный персонаж Спектре Здесь кроме Антимага Вроде как Никто Ничего сделать не может Потому что Шадоу Демон Это Относительно слабый герой Тем более Если у него Дизрабшена вовремя не будет То есть Инвокер Титан Вот эти все жуки Это Мусор Это как вспоминают Про спектру вообще Лейклс Единственное что Ну Лейклс Он просто сам по себе Очень старый Поэтому видимо Он про спектру и вспомнил Единственное что Это то что Все таки Герой на ловкость Соответственно Титан Он реально ей будет мешать Если вдруг Ну под островом спиритом Или под самим Титаном Короче под аурой Титана будут ее убивать Да Ну и поехали по составам ТНТ играет на Сайленсере Бамбел на Огрмаге Слушай Здесь у нас по идее Замена произошла Аббэй Играет на Бэтрайдере Майпро На Тимберсол И Лейклс На Спектре Возможно в связи с этим Как раз и была такая Большая задержка между матчами Ну хорошо И Экзекрейшн Кимоу Шадоу Демон Диджей В этот раз на Элдер Титане Эйбет Инвокер Габи Антимаг И Рэпи Играет на Никсосай В моем сетике О да А ну нажимай 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 Нет Ну можно и так И еще по другому Да О боже Как же этот сетик хорош Там он еще На этом Можно посмотреть Сколько у него есть Игры просмотренные 153 просмотренные Мои игры Это мой фанат Ну на самом деле Я видимо их часто комментировал Поэтому Оно и считает Ну Наверное да Да Все Болеешь Теперь Все Я теперь топлю за Жука Конечно же Ну понятно С этими глорами Смотри Пошел Пошли сейчас Царапушечки Ой да Не закастуй Диджей Вдвоем против четверых Здесь реально тяжеловато Он просто промахнулся По всем Царапушечки Вообще просто Сейчас и рэпи Могут заковырять Они обоих сейчас убьют Ну Все Все Отказано Я больше не болею за них Да просто Я не понимаю На что они надеялись Я тоже не понимаю То есть Идти вдвоем На четверых Это реально Было очень странно Возможно Это какая-то Излишняя вера в себя Не знаю Что тебе Сила божья Не зашла с небес Там И ты По вере в себя Пошел Там Одного только Бэтрайдера Когда увидели Уже нужно было бежать Потому что Все таки Напалм Он реально Решает вопросы Ну ладно В итоге У нас в центре Стоит бэтрайдер Против инвокера Наверху у нас Стоит антимаг Против даблы Это Огрмаг И Тимбер Причем Самое Забавное Это то что Антимаг Казалось бы Может выжечь Тимберу Ману И все Но на этом Функционал антимага И заканчивается Потому что с линии Выгнать он Естественно Тимбера не может Конечно Но вообще То же самое Можно говорить О поздней стадии Когда антимаг Мог бы Убивать Тимбера Но не забываем То что у Тимбера Очень много армора Поэтому Тоже будет Сложновато пробивать И Габи Этого Тимберсоу При этом у него Есть чакры Которые наносят Именно чистый урон Поэтому Спалл Шилт Антимаг Это Ну Будет Да Там и Верлинг Дес Тоже под деревьями Чистый наносит Поэтому Есть такие Неприятные моментики Прогнали немножко Сайленсера Жук и Титан Вот Два в два Они пока стоят Очень неплохо Пока Огрмаг Просто на верхней линии У нас тусуются И там У нас что Махач будет Или не будет Да Там на верхней линии Кого-то убивать начали А там Просто иллюзия Что демон Поразминал иллюзиями Ну вообще Интересно будет Посмотреть за Спектрой Потому что Спектрой Это герой Которого мы давно Не видели И за Исполнением Лейклза За айтем билдом Возможно Лейклз нам вообще Покажет Что-нибудь новенькое Хотя Если ты Как бы говоришь Что Лейкл старичок Ну в принципе Он очень Он очень старый Он Прям совсем старый Ну вообще Спектра Тоже Не сказал бы Что слишком сильно выпало Ей можно по-разному Собираться И билды И айтем И скилл билды Могут быть абсолютно Разнообразные Так что Тут говорится Все на Усмотрение конкретно Игрока Можно играть действительно По-разному Я помню У нас были Ультра агрессивные Спектры Которые играли Там через Барабаны Блэйдмейл Просто нападали Разваливали Отправляет Курьером Ботул Эйби Би Эй Выход от Кима Под хостой Между прочим Еще будет стом По таймингу От Элдер Титана Также залетает Санстрайк И Эйби Би Скорее всего Будет здесь погибать Проблочил А вот Титан Хотя Выживает Выживает Аба Улетел Такой вообще Этот битрайдер Живучий Но при том Что руны нигде нет Ничего нет Придется наверное Умирать где-то на нейтралах И Сайленсера тут Избивает Рэпи Хотя Отходит ТНТ И тоже 50 хитпоинтов Да У Жука Там чуть поболее Остается Ну вот он Тангус съел И у него 12 хапоригена И Драдуйте Вот это вот Да Да Ну а как ты его будешь пробивать Сайленсер пока без маны То есть остается он Один на один Со спектрой Соответственно Сейчас Жук Может очень быстро Себя попытаться Выформить Не знаю Смотреть арканы Файт рекапы Файт рекапы Замечательный Файт рекап При том что умер Сайленсер от нейтралов Нам показывает урон Элдер Титана Ну ладно Не ну Урон то он свой внес И не показывал Жука кстати Что самое Забавное Да Майпро заходит за Тауэр Лишается всей маны Но Ему пофиг Да 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 Потому что там Стакается просто 10 стаков Реактив Вармора А водит за собой Крипчиков Ой 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 А здесь забрали Жука И забирают Спектру Также Диджей Титан неплохо должен был Подфармить На этом эпизоде В плане Опыта Да и он уже почти четвертый уровень Да и немножко Спектру то приспустить С небес Потому что 15 крипов Ну в принципе Спектра вровень Сантимагом идет Пока что Относительно Ну и инвокер Инвокер в центре Стоит против Бэтрайдера Бэтрайдер Вообще Топ Крипстат На этой карте Причем Я почему-то Думал Что инвокер Там возможно Вообще В салат Выигрывает линию Хотя Абэда Ой 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 Как хорошо Оттолкнул бочкой Сейчас Абэд Скорает Как же больно Ну ты видел да Какой урон Начал Под Файрфлайем Так там Так там Пять или шесть Стаков было Уже по итогу Потом Там четыре было Когда они на него Нападали Да вот Пятый он тогда Повесил уже Под конец И там уже было Там на четвертом Было уже больно Вот так скажем Ладушки Жук По прежнему Продолжает на нижней линии Он кстати Хорошо фармит У него 15-5 Если что У Жука В сложной Криптат Лучше чем Подкоп Ну а там Срабатывает Ласт ворд В итоге Элдер Титан Не может ничего Вкастовать Вот только сейчас Санстрайк Летит Кстати могут подраться Со Спектрой Потому что через секунду Будет подкоп У Рэпи И Да И Астрал Спирит На что расчет был У Спектры Как Ну почему Ну то есть Ты дерешься с героем Которого ты физически Убить не можешь Зачем ты дерешься Убеги Еще и в сети Каспера Не ну Жук красавчик Лучший жук На платье Ты его когда бил Буквально две минуты назад Когда он Умер бездарно Я просто Типа глор У меня косплей На глор Комментаторы Сейчас Ну вообще Непонятно Что там делала Реально Спектра То есть зачем она там дралась Не знаю Был возможно у этого Какой-то скрытый Сакральный смысл Тут на Тимбера Ну не то чтобы нападение Его просто решили Спрятать и немножко Пробить Санстрайком Хотя Майпро вот идет Нападать без маны А что он надеется А тут бомбел Вот подошел И именно поэтому Есть и манга Кстати Поэтому Майпро убивает Это был главный вопрос Если есть манга То уж эту тему Кранты Если манга нет То значит Да мне кажется И без манга были бы Кранты Потому что там просто Подходил бомбел И бомбел Сделал бы Дело Сделал бы Сделал дело Получая Солринг Да действительно И очень много Крипов наверху Сейчас Выгнать Тимбера Оттуда прям Совсем сильно хочется Титан перемещается На верхнюю линию Видимо осознают Ребята что Тимбера Отпускают Дальше чем Полагается Да и Огрмаг Становится теперь Опасным В плане роуминга С этим Солрингом Потому что Может он перемещаться По карте Хотя слушай Тут подходит еще Диджей на Тимбера Майпро Четыре заряда Шадоу Позина Четыре стака Вернее на нем висит Да даже вот пять Его не так сильно Сейчас должны будут пробить Как мне кажется Хотя Того шесть Не ну там Давайте С занимательной математикой Прилетает Муж и всадник Ну получает Сразу эхо стомп А бучка у него была Кстати нажми пожалуйста На бетрейдера Да была конечно Можно было кинуть Со старта Просто как попало Этого Титана Чтобы сбить Ну возможно Не ну Может и хотел У него бочка была Потому что он кидал Тогда на инвокера Помнишь Не Тут сейчас смотри На Жука опять выехали Ну Жук теперь в одиночку Конечно чуть-чуть страдает Может Карапаса нажать еще Теоретически может Но видимо решил Этого пока не делать Бамбел Стоит пока что Пытается сыскать счастье Ну он же Бум Бел А Бум Бел Бум Бел Ну вот Бум есть И Бел сейчас тоже Видимо будет Бетрейдер Неплохо растолкнул Но правда Титан В итоге Ну может пойти на Аббеда Занаглеть И тут еще и Лейклз прилетает На спектре И Сонстрайк Аббед кидает на ход Бетрейдеру На случай Что тот если что умер Но Абба просто летает Получает лички от Тауэра Сейчас переагрит его На Лейклзе Или просто вообще улетит Да Два фрага Легчайшие два минуса В разминке на несчастного Громага Замечательный выход От СГТ Лейклзе в итоге Оставляют в центре Подфармить Пока Бетрейдер Отправился на базу Майпро стоит Вообще Легчайше Он просто Долбит крипов Рукой Антимаг вообще не знает Что с ним делать То есть вот Есть у тебя Товарищ Тиммер У которого уже 30 крипов И ты Антимаг У которого 39 Но ты вроде как на легкой С суппортами стоял А он вроде как Есть нюанс Короче говоря Да И ты на легкой И я на легкой Но есть один нюанс Ну Майпро Будет ли его прятать Кима Есть второй стак Шадоу Позен Но прятать его не стал Ну а толку Тут даже вот Диджей И даже с Диджеем Его никак не забрать Вот именно Вот именно Потому что Реактив Фармор Пока вопросы решает 7-4 Пока Единственный на кого Я возлагаю надежду Это естественно Жук Потому что он На МС Но если без шуток То Ром от Никса Может немножко Загнать Вот этих ребят То есть можно И сайленсеров попытаться Поубивать разнообразных Под санстрайк Это вообще идеально делается У Жука очень часто Проблема То что не хватает Буквально нескольких сотен урона Санстрайк Это как раз Поправляет На Майпро Есть с Рапшн И пошел еще разлом От Элдор Титана Ну В такой вообще Деманж залетает Вот санстрайком Не попали И все И с ним ничего не сделать Он еще сам Сейчас всех поубивать Ооо Сказал Ничего не сделать Каспер Ну Да Как-то там Ну вот это вот Поворота событий я явно не ожидал Он тоже видимо не ожидал Но если попали с Санстрайком Скорее всего убили бы и так А вообще я просто обратил внимание У него к моменту когда его пытались добивать Уже было 33 хапоригена То есть как его перебивать вот этими персонажами Вот он Санстрайк по TNT пошел Но здесь скорее всего Больно очень TNT Тут еще добивает его рэпи Когда-нибудь я прекращу рекламировать свой сет Это совершенно другая история И не знаю ему уже сколько Два с половиной года наверное Этому сету Ну вы видишь в Азии значит Пользуется популярностью Я кстати когда-то С Айсайсом пересекся Когда он еще только вышел Расскажешь свою занимательную историю попозже Тут пошел Санстрайк не попадает Как это все не в тайминг вообще делается Лейклс улетает А куда именно О Лейклс улетает Аббеда убивать Ну Аббед Нет его тащат в лосо И все-таки убьют инвокера Хотя стики Выживает пока что Аббед Но ненадолго Здесь трое героев Тут просто щелкает диджей На спектру Там антимаг пришел очень вовремя Правда Монавойда у него нет И придется руками добивать всех этих жердяев Да есть А не есть Есть монавойда Извините Пожалуйста Извините По рэпе пошла бочечка Рэпе Сам может еще импейлом откинуться Скорее всего догорит Просто откинулся Ну и бэтрайдера С блинка наверное доберет Да Так и есть Тут очень жуткий махач Получился там Два в три Глобал также был Да потрачен Но мы видим то что счет Два Ой Девять девять Стал И по денежкам Много Много заработал антимаг Вот что хочется сказать Титан конечно Так же поучаствовал Ну вот антимага деньги Да Нарисовались Да но и неприятно то что умерли Коргерои Ну один из коргеров В принципе и там и там Коргерои умерли Правда Там умер жук Который не особо Ну как Пока что не особо ценят Пока да Пока он Ну просто на линиях Отстоял неплохо Но дальше Дальше как пойдет То есть дальше Что можно делать под санстрай Под санстрай Кого тут теоретически Можно забирать Забирать теоретически Можно попытаться Огрмага Сайленсера Это гарантированный труп Ну с остальными Сейчас тут антимага По-моему заберут Хотя Ну у Габи нет хп Он не может бить Мэйпропор Сейчас бы попасть По Ой разлом пошел И попадает санстрайком Под разлом И вот этот вот самый Спайкет Карапейс Под цепь Вот о чем я говорил Это реально очень хорошо работает То есть И поэтому Тимберу реально Очень тяжело убежать Из-под жука Практически невозможно Если жук все делает верно Да ну и пока что Бэтрайдер топа на Творсу Его немного догоняет Антимага И там спектра Находится Конечно позади Но все равно Не слишком много золота Ее отделяет от антимага Например от второго места Ну и теоретически от первого Пока что Промежуточными артефактами У него есть Ну при том что у него есть персик Да у него есть еще кольцо Ему просто на линии было тяжело стоять Вот он когда против Тимбера тусовался Одного Ну колечка на Реген не хватало В итоге видимо докупил второе И он из него в любом случае Соберет себе там Владмир в будущем Ну вот Бамбел Может сейчас собрать Хотя Бамбел на самом деле С иллюзиями И как бы сам не навалял антимагу На такой-то стадии игры Громак может Шестой левел имеется Не качал пока мультикаст Ну многие не качают Потому что Нафиг надо Да Ой-ой-ой Вот кстати и сайленсер Вот это Так будет происходить Вообще всегда И Лейклза подстанил Репи Хотя Лейклз возможно пойдет дальше Он пытается И попадает за рядом Липкого напалма Бочка улетает Слишком далеко Но лассо Да В итоге вынужден был Тратить лассо на жука Бэтрайдер Понятно что Кидалась бочка на упреждение Чтобы его назад Отодвинуть И видимо никак Не ожидал Игрок того Что жук просто остановится И будет делать тэп аут Что? Да Пришлось потратить лассо Но убили И убили И то хорошо Ну и здесь Габи Подходит сюда Также Аббет На Майпро Кидается Колдснэп Аббет Получает Прокастов Майпро И делает тэп аут Потому что Ничего нету Аббета Но Майпро Завершает его жизнь Тимберчейном И Габи Приходится отсюда Вообще Тимбер труп Потому что есть Мановойт И Тимберу жить Осталось реально Недолго У него мана еще есть Вот Антимаг Какого уровня Кстати Можешь жмакнуть Что-то у него От десятого Ах Был бы одиннадцатого Это был бы прям Совсем сладкий Был бы олег Сейчас получит Антимакс В одиннадцатый Но и Тимбер Уже далеко Ну как далеко Вот здесь он И причем Трое героев Из команды Этого самого Тимбера Находятся рядом Поэтому тяжело Тяжело здесь Габи будет Как-то шваркнуть Тимбер под Бладластом Он просто гигантский Да Сейчас он пока сдулся Сейчас Бумбел Наверное Еще разочек подойдет Повесит Так Инвокер В это время Опять умирает Сайленсер Ну это Вот Классика Рэпи нашел Просто своего клиента Ой смотри На Майпро Начинает нападать Габи Но Габи По-моему Пошел сам в одиночку И поворот не туда Его прячет Конечно Кимов Дисрапшн Можно сейчас ультануть В Майпро Но отлетает Габи Назад Но тут уже есть Бэтрайдер И разлом от Элдер Титана Пошел по Бэтрайдеру И Аба И Бумбел Попадает под разлом Тащит Дижея Аба Ну прыгай Давай ему на воин Дяденька Он забахнулся Он забахнулся И наконец От того Только Огармага Щелкнул Кого ты стреляешь Ну ладно Ладно И так двоих убили И то хорошо Ой-ой-ой Я здесь Симпейл Не успел бы конечно Катиться все равно Черт Я просто видел Как там 4 героя умирают Там у Тимбера было Ноль маны Вот просто ноль Ультра килл сразу Да Одной кнопкой Какого-то Огармага Пульнул Че Огармага На пул 150 Что ж Он просто ближе всех стоял О, вот и Майпро О, дяденька Встретились Ладно Хорошо Да Ну и Аббет Аббет подфармливает У него уже Имеется Мидос Делает драмы Такой Инвокер Так, там Никс Ассасин Убил Хотел сказать Сайленсера Но нет Это Бумбел Как раз казался А вот ты Никс Ассасин А вот это был прыжок Просто в преисподнюю Мне кажется От Майпро Потому что там еще есть Ой, проблочил Проблочил неплохо Сейчас рэпи Заюзал карапасы Конечно раненько Ну все Ну антимаг Ты где? Да, там Бэтрайдер Слушай, влетает Еще и Ультимейт От Спектры Сайленс пошел Глобал На диджея Нападение Уже минус Шадо Демон Диджей Тоже будет умирать Это минус Диджей Хотя хороший Эхо стомп Юзается Диджеем И слушай Диджей Неужели он Там шамблинки Есть у Бэтрайдера Поэтому он его Просто догонит Я в шоке С этого антимага Это самый Боязливый антимаг Которого я видел За последнее время Нет, он конечно Пытался вернуться Абба Ну почти получилось В итоге не умер И нормально Так вот Договорю про антимага Значит Я понимаю Что если ты Не хочешь драться То ты Не стой здесь вообще Команда думает Что ты есть Ты будешь воевать Что ты дашь какие-то заклинания Иди тогда фарми У антимага На 300 золота Больше чем у Бэтрайдера Что Возможно он Слишком верит В свою команду И думает А нормально Пацаны Стоит рядом Кричит ДАЙ БЕЙ Это вот как Коуч такой Да Внутриигровой То есть Я думал Что я не буду сгорать Так Антимаг Баттлфьюри Потащил его Аббаг Габби Получает Фаербласт От огэрмага И Упрыгивает Габби Но Бочечка есть по нему Также Тимбер прокатывается Тимберчейном и завершает жизнь Габи, а тут Аба получает Санстрайк, но там еще и ух, как он лопнул. Я тоже думал, что он выжил, понимаешь? После Санстрайка вроде казалось, что все ок, но оказалось совсем так. Слушай, тут еще на Майпро будет преследование. Кимо, Кимо, Кимо и есть все-таки дисрапшен и диджей не по таймингу дает. Станчик, конечно, импейл пошел от Никса, но дэмэджа вообще нет, поэтому... Чего Карапаса нажимает? Никс, ты вообще этот, как там, типа нажимаешь Карапаса, когда тебя... Всякий случай. Про запас. Карапас, про запас. Хороший девиз. Действительно. Девиз любого Никса Сассина из пабов на моем рейтинге. Сет, смотри, пишет Сет. Ему... Он намекает, Роман, что, возможно, ему нравится твой сет. Скорее всего. Не, ну я вот тогда не договорил, потому что мы с Сасси Сасси встречались, как раз, когда только вышел этот комплект, он меня тогда похвалил. Сказал, Роман, твой сет на Жука неплох. Ну... Ну, правда, немножко другими словами было. Говорит, ты Каспер? Я говорю, да. Говорит, норм Никс. Я говорю, благодарочка, брат. Собственно, вот так вот наш диалог тогда и выглядел. Есть теория... Ой-ой-ой, тут Майпро опять. Не, не Карапасируется, он МП получил. Есть теория о том, что Айсайс знает пару слов по-русски. Я уверен, что он знает пару слов. А может и не пару. Ну, это два самых популярных слова, которые обычно знают всякие там англоязычные игроки. Ну, привет и до свидания, конечно же. Да-да-да. Те самые два слова. Так, Спектра обгоняет антимага по фарму. Так быть не должно. Это первое, что я хочу сказать. Антимаг вот только-только... Недавно, правда, купил Battle Fury, поэтому у него есть небольшое оправдание. Но у Спектры скоро будет Radiance. Вот в этом же все проблемы. Проблема эта огромная не для антимага, а вот для остальных ребят. Это реальная проблема. Тут ты прав. Проблема в том, что Лейклс, он и так сейчас боеспособен с этим вангвардом и фейзами. Потому что он, как бы, ну, у него есть хороший жир в виде вот хпшечки. Тут и реген. Да, пассивка помогает очень сильно. Плюс у него дезалейт замакшен. Так что вот эти тонкие герои типа Shadow Demon, стоящие там позади, они вообще разваливаются. А как только появится Radiance, Shadow Demon, Elder Titan, Invoker, они просто будут очень сильно страдать. Включая даже Жука, кстати. По-моему, Абба как-то сильно врубил БК. Здесь Киму поймали в Disruption. Также Impale по Киму. Там просто ход нажимается, да, и что ты ему опять сделаешь? Ничего. Да, можно немножко продамажить, но и все. Тут отрегениться моментально. Да, Спектрапка не подставляется. Естественно, Спектрапка продолжает сплитить, фармить. Культ пошел. А там он просто улетал, видимо, от кого-то, хотя юзается Global, чтобы спасти Спектру. Лейклз выживает, Лейклз. Если его там где-то и хотели убить, а тут еще и Бэтрайдер потащил. А кого он тут в Disruption не тащит? Это Рэпи. И застанился Тимбер вместе с Бэтрайдером. Вот эти вот герои, которые просто даже не надо подходить, чтобы их застанить. Просто нажимаешь Карапаса на огне и в пилу заходишь. Карапас про запас вот этот, да? Тот самый. Карапас про запас. Мы видим, пока что работает, но демеджа нет, чтобы в этот Карапас наносить. Ой-ой-ой. Какой лютый мисплей получился. Не по таймингу все. Да, в итоге Рэпи прожимает в очередной раз Карапас. Никого не оглушил. Майпро. Сейчас у него закончится мана. У Никса есть МПЛ. МПЛ с хорошим таймингом. Там еще и Санстрайк будет. Ну, здесь будут все-таки забирать Тимбера, потому что, ну, слишком долго он жил как-то. И Аббет очень много урона в него вливает. И все это время антимаг фармит. Вот. Это уже больше похоже на правду. Вот я сейчас вижу, что Габи действительно перестал бегать с командой. То есть вот эта симуляция тимфайта, знаешь. Когда типа я с вами, но меня с вами на самом деле нет. И это правильно. То есть ты либо делаешь так, либо нормально дерешься. Просто прибегать и фигурировать в замесах, это не нужно так исполнить. И у Лейклза есть уже Сакрад. Да, тоже верно. И 1000 остается до Рэдианса. Ну, Жук. Ну, Жук просто скалтит территорию, проверяет, кто тут, кто не тут. И не будет никого здесь убивать. С учетом того, что мана у него только-то на один МПЛ есть. Не, ну у него еще Арканчики имеются. Так что он может царапнуть. Импейл, Арканчики, там, Моноберн. А, ну да. Санстральчики. Цап-царап? Цап-царап. Ну и Абд пока что улетает. Инвокер тоже вроде бы не самый последний человек по Нетворсу, если быть точно второй. Далеко не самый последний. Уже третий. Ну да. Там со спектрой тяжело, конечно, бодаться, с учетом того, что у Лейклза очень скоро появится Рэддинс, и Лейклз будет еще быстрее фармить. Причем не только фармить, но и в замесе просто одной кнопкой уже, одну кнопку нажимают, и уже будешь очень-очень полезен. Все эти тонкие герои, как я говорил ранее, они умирают, теряют там четверть-треть здоровья достаточно легко. Плюс какие-то возможные, там, не знаю, блинки у того же Жука, все это сбивается, просто использовать невозможно. Также ты неплохо подсвечиваешь плацдарм для врыва Бэтрайдера, если вы так решите нападать. То есть ты подсветил, Бэтрайдер залетел. Да, и при этом ты не можешь сделать никаких блинкаутов, если у тебя они, конечно, есть. Ну вот, в крайнем случае Жук. Вот я об этом как раз и говорил, что это тоже не работает. Короче, только одни плюсы от этого Рэддинса. Единственный минус, это если ты его собираешь первым артефактом, ты достаточно тонкий. Но так как у этой спектры есть уже вангвард, то все замечательно. Да, так опять же, фишка в том, что спектра может драться уже даже сейчас, и она не будет бесполезным героем. Ну то есть она и дэмэдж хороший выдаст, и достаточно плотный. Но только сейчас, Лайклз, посмотрим, насколько он плотный против пятерых героев. Что-то мне кажется, не хватило немного плотности ему. Против пятерых-то героев, ну, возможно, и нет. Хотя и у вас сбили. А это будет еще и минус сайленсер. Да, тут демоник пурш, бам, топает. Прямо реально растоптало. Я просто видел, как на лицо ему так, бам, минус сайленсер. К копытцем-то. Да, это было очень больно. Очень-очень больно. 15-20 экзекрэйшн начинают реально разгоняться. Только Спектра способна остановить Спектра с Радиансом. Но у Спектры Радианса пока еще нет. 7500 экзекрэйшн-то ведут. Вот, вот, именно, именно об этом я и говорю. Потому что антимаг сейчас начинает усердно фармить. То есть команда экзекрэйшн самостоятельно, вернее, вчетвером, способна развлекать и убивать игроков Signature Trust. Это должно прекратиться. То есть сейчас Signature Trust должны собраться толпой и пойти разваливать. Чтобы Спектра точно так же фармила. И одной кнопкой прилетала и помогала в замесах. Потому что антимаг так быстро не может помочь. Дофармить Радианс нужно на Спектре. Но это в первую очередь. Земля трещит под Элдер Титаном. Ну и Аббет. Подпушивать немножечко. Тут Т2 сверху. Мекку покупает Шедо Демон. Ну, кстати, довольно неплохой тайминг, как для саппорта пятой позиции. С учетом того, что там есть Элдер Титан, который... Типа фармит. Ну, типа под Отворцу он почти как Тимбер. Ну вот он, Радианс, наконец-то. Ой, там Киллин Спрей, Сайленсер. И тут Рэппи, конечно же, убьют. Ну и удивительно то, что Сайленсер продолжает умирать. Ой, а вот ультимейт от Спектры пошел. И Спектра за Киму. Киму, конечно, здесь догорит. Он себя прячет. Дисрапшин, Аббада зацепили. Аббад будет умирать. Киму тоже никуда не уйдет. Это даблкил для... Все, минус 4. Вот тебе первая драка со Спектрой с Радиансом. Вот так будут проходить все драки. Потому что Спектра может прилететь моментально, Антимаг нет. И если Антимаг вот так будет, ну, игнорировать перемещение команды и будет находиться совсем далеко, то все. Да. И так будет с каждым, говорит Лайклс. Да, 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 да. И Спектра в итоге вот... Она только что отставала там на полторы... Вернее, там на три, на почти четыре тысячи АТМа. Все, уже там 200-700 разницы. Там косарик отыгрывается достаточно быстро. У Тимбера есть Бладстон. У Сайленсера Транквилы. Прошу обратить внимание на это. А у него Мидос имеется в наличии ему по барабану. Транквилы очень хороши чем? Тем, что пока тебя убивают, ты можешь хоть как-то регениться. Ну, плюс Жук при ударе из Венгетты там наносит чуть меньше урона вроде как. Потому что он бьет физой, соответственно, у тебя бронит чуть больше. Да, ну и... А что, судя по тому, что Элдер Титан покупает смачки, возможно, будет какой-то выход. Может быть, даже антимага можно с собой прихватить. Угу. По-вражески лес, может быть, или что-то еще. Тут Жук разведывает и видит он то, что кто-то здесь разлил огня. Подозревает, что огонь здесь не просто так. Скорее всего, его кто-то разлил. Огонь с маслом. Аннушка разлила масло. Ну, сейчас можно заходить. Там есть Угрмак, там есть также Тимбер. Но Жук тоже должен понимать, что если он уже там убивал людей в количестве 5 человек, зачастую в таком случае ставят с антриворды. То есть там забрать уже 6-го, 7-го, 8-го будет реально затруднительно. Обычно 2-го уже забирать тяжело или 3-го. Но, видимо, тут не сразу так. Кстати, с маслом можно даже аллегорию, знаешь, как продолжить. Если Жук, например, Жук, который на этом самом масле подскользнется и попадет в лапки в спектре, и всей остальной команде Signature Trust, то с ним случится примерно то же самое, как по книге. Олег, ты устал. Тебе пора спать. Наверное, да. Может быть. Может быть, Роман. Я не отрицаю. Ну, главное, чтобы команды не устали, чтобы они показали нам действительно качественный дотец. Но пока что они тут находятся. Пока что они убивают тут каких-то людей. Антимага в данном случае. И как-то без антимага уже драться не особо хочется. А тут Спектра и Глобал также влетает. Абба летит за Киму. Киму будет, скорее всего, умирать. Хотя вешает Демоник Пурш на Аббу. Он отпрыгивает. И Импейл вроде неплохой. И Бласт вроде неплохой. Слушай, ну как-то отбиваются. Ну, тут демеджа слишком мало, чтобы как-то противостоять вообще героям команды. Сигнетчур, траст. Главного, главного демедж-дилера уже нет. То есть антимага. Его забрали первым. И все. Это опять минус 4. Это опять очень сильный буст по деньгам. Спектра. Сколько я там говорил было? 2 700? Уже 1800 разница. Вот так просто. Драка плюс косарь. Драка плюс косарь. Антимаг сидит в таверне. Спектра фармит. Плюс еще забирается вышка. Да, вот. Вот. Просто 4 500. Разница по деньгам. Ну, это просто из-за того, что экзакрэшн очень сильно вели по нетворсам. До текущего момента, я думаю, так оно и было. И после этой вышки, там, не знаю, преимущество, если пару тысяч в пользу дайеров и составит, и то будет хорошо. Просто из-за того, что там жук и суппорты чуть лучше фармят. Можешь графички, графички продемонстрировать? Да, изи. А, ну, вот. Кумбэк Израиль? Да, да, действительно. А по экспедам уже и в плюс вышли. Собственно, да. Все, именно так и есть. Бэтрайдер с траволами. Теперь этот бэтрайдер может ловить антимага на любой части карты абсолютно, где бы он там ни находился, где бы он ни сплетел. При этом, при этом, к нему может всегда подтянуться Спектра. Да, так я про это и говорю, то, что это очень удобный герой. У Спектры с чем проблема? С тем, что у нее получился хороший старт. Если Спектра уже собрала свой, там, Vanguard Radiance, то дальше уже просто как по накатанной идет. До этого момента очень тяжело. Дальше уже намного проще. Гем покупает себе Огрмаг, и сейчас ребята из Execration группируются здесь пятером. Фармят нейтральчиков, и, возможно, будет какая-то смог вылазка. Да, это Смоук. Смоук от Execration. Но там, если что, Никс уже особо не проскаутит. Там есть гем. И если сейчас на этот гем напорится Рэпи, то будет, ай-яй, неприятно. Ну или это Рошан. А пока, видимо, этим же вопросом задаются эти ребята. Ага, тут летел проверять бэтрайдер. Проверил. Ничего, нормально проверил на самом деле. Ну, слушай, тут так очень больно горят ребята из команды Execration от одного только Рэддинса. Пока что Спектру, конечно, запрятали в Disruption, но как только она выходит, она просто убивает Шадоу Демона. Аббед так же. Но, скорее всего, никуда не денется от нее. Лейкл за Аббедом. Там, тем временем, Тимбера развалили на другой части. Вот, собственно, вот это вот. Detection? Detection скорее всего нет. Или же все-таки есть? Гем, есть Огрмага. Да, Гем, точно, и Аббед сгорает, и у Рэпид тоже проблемы. Никуда-то отсюда. Здесь Антимаг, 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 Антимаг. И можно добивать сейчас Спектру. Да, так и получилось. Но, правда, Антимаг остался здесь один. Огрмага он забрать уже, наверное, не сможет. Тут же еще и Сайленсер. И Огрмаг. Грудачина на него так. Кто тут Антимаг? Ты Антимаг? Сюда иди. Бам. Антимаг, Огрмаг. То есть Маг в данном случае выиграет противостояние против Антимага. Вот именно. Ну, АМ понимает, что он один здесь. И вновь. И вновь. Ну, посмотри, и вновь плюс для Сигнетчер Траст все равно. Так понятно. При том, что они, по сути, все уже сравняли. Поэтому экзекрешн сейчас не могут им так много денег отдавать, как это было раньше. И при этом Спектра не потеряла деньги, а она все равно ушла в плюс. Потому что она там сделала, по-моему, даблкил и при этом еще там один асист. Не, Спектра хорошо пока фармит. То есть пока претензий нет. Вот сейчас все, скажем, вернулось на круги своя. И сейчас мы узнаем, какой же все-таки герой сильнее Спектра или Антимаг. Потому что сейчас все начнется с их вот этого лютейшего противостояния. Но фишка в том, что Спектра, ей намного проще добираться до всех этих суппортов. До Элдер Титана. Ой, май, про. А что, ты видел это? Я видел, видел. Я, то есть, не понял. Его как бы подцепили на Иулла, но он как бы из чейна ушел. Вот буквально соскочил с этого ветерка. Ну, видимо, зависит от того, в каком порядке это произошло. Потому что если ты кинул чейн, тебя подняли, и тебя потянул чейн, то ты едешь. Если ты едешь, и тебя подняли в чейн ветра, то, естественно, ты останавливаешься. Как-то так. То есть, видимо, каким-то оглушением не считается. Короче, странно. Странно это все. Ну, в общем, Рошана пока что. Это дотка. Да, пытаются забрать Рошана, но, правда, очень долго его ковыряют. Слушай, это Тимбер, Тимбер как бы не загулял, хотя прилетает сюда Спектра. Ой-ой-ой, как же больно, но в Карапасах все стоят. И на Эхо с Томпо Телдер Титана. Габи прыгает отсюда. У него слишком мало здоровья. Пока что только Тимбер пытается как-то спилить Шадоу Демона. Он спиливает его Кимо. Минус. И Аббет откидывает Метеор. Отходит пока что ребята из команды Сигнейчер Траст. Обошлись одним минусом Шадоу Демона. Ну, сейчас СГТ намного слабее стали. Я имею в виду после прокаста. Поэтому они должны отступать. Они не могут сейчас драться. Они занимаются девардингом. Стоит полубитый Рошан. Насколько они уверены в своей силе, я не знаю. Но, судя по всему, уверены. Теоретически Экзекрэйшн могут пойти туда повоевать. Потому что есть все-таки Элдер Титан. Элдер Титан реально сильно мешается. Инвокер может очень сильно мешаться. Но тут ребята пошли прогонять этого Элдер Титана. И правильно делают. Отличные действия у нас идут. Ой, там Никс с Карапасами залетел. Слушай, я вообще отвлекся от этого. И Никс ворует Эгиду. Антимаг начинает пробивать Габи на Лейклза. Но самое главное то, что Эгиду-то своровал Никса, не Антимаг. Антимаг сейчас может погибнуть. Хотя подкоп хороший. Не погибает Антимаг. Он успел прыгнуть. Что? Он выпрыгнул оттуда. Да. И Эббет сейчас за Бумбеллом пойдет. Летит Метеорит. Не точно. Но нет. Гермаг, наверное, слишком жирный. Нет, там сейчас еще Юул будет. Сейчас еще можно стенку... Нет, Эббет в другом порядке. Ну, короче, да. Можно было там использовать Юул, поставить стенку. Как выжил там Антимаг? Если бы он умер, то, по сути, это был бы там 50-50. Сайленсер в итоге тратит байбэк. 5 тысяч разницы по голде. После одного всего лишь замеса. Ну и хочется отметить то, что Титан, конечно, со своей пассивкой реально очень круто помогает. Спектру пробивать становится намного легче. Поэтому Титана нужно убивать чуть ли не первым. Если получится забрать Титана, со Спектрой реально тяжело драться. Если же не получается его забрать, и он бегает постоянно вокруг, то... Все очень плохо. Ну, как-то да. Аганим у Инвокера уже готов. Правда, нужно перенести его в Курьере. Курьер пока висит в районе секретного магазина. АМ уже хорошо вырвался вперед по Нетворсу. 19 тысяч. У него подъехал Абиссал. Появился действительно неплохой контроль. Нет, такой антимаг нормально разваливает. И при этом ему есть куда расти, потому что у него, по сути, только три внятных слота. Ну да. Он еще может два из них забить какими-то полезными артефактами. Там может быть и Тараски, и Манки Кинг Бар, если вдруг Спектра соберет какие-то увороты. И вообще удивительно то, что при игре в одного кора все команды, ну, большинство команд, не хочу сказать. Все, большинство команд забыло про Солар Крест. Это вообще великолепный артефакт, которым ты можешь контрить одного кора, которым ты можешь своего кора делать намного сильнее. То есть в чем ваша проблема, господа? Почему вы игнорируете этот, ну, реально офигенный артефакт? Плюс Рошана можно быстрее забирать. У нас сколько было проблем с этим Рошаном, когда у него оставалось тысячи хп, на него заходили? Этой бы тысячи хп не было, если бы висел Солар Крест. Но появляется пока Лотус Орб. Да, у Элдор Титана. И при этом у Антимага есть уже Ривер. Будет Тарасочка. Возможно, там в Курьере уже что-то лежит. В Курьере нет, пока пусто. У Никс Эсасина гем имеется, причем гем отобранный у Бумбелла. Это очень важно. Ребята пока что сместились сюда, а тем временем команда Signature Trust выходит в смоке. И будут пытаться кого-то найти. Хороший скан юзает они себе, а сами под ноги. Но никого не находят. Пытались, да, видимо, Жука как-то задетектить. Ну, нашли. О, тут такое логово просто! Да, тут влетает, конечно, Спектра. Пошел разлом от Элдор Титана. Подвоим убили уже Шадоу Демона. И подкоп тоже подвоим. А здесь Антимаг начинает пробивать Лейклса. Вот кого он ждал все это время. Но Лейклс оказался пока что не по зубам. Монаводь пошел в Лейклса. Лейклс умирает. Это даблкил для Антимага. Габи пока что живой, но пока что в два в два размен. И Рэпи, Монобернит пытаются как-то убить. Кибера подцепили. А тут два Иулла. Дабл Иулл. Один от Инвокера. Да, и Денайдс. Ну, вот. Я только что видел удар Антимага до Титана. И удар Антимага после Титана. Это вообще два разных Антимага. Вернее, две разных Спектры. Собственно, поэтому без Керасы практически нечего делать. Ой, там Инвокер вот здесь. Санстрайк он добил. Воу, 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 воу. Полегче. Жмакни, пожалуйста, на Спектру. Хочу посмотреть, что у нее-то вообще имеется. Монтостайл. Ну, это норм, конечно. Но вновь. Вот 12 брони. То есть без Керасы реально делать нечего. Без Керасы Антимаг ее просто сносит. Да, и судя по всему, сторона будет падать. У команды Сигнейтер Траст. Ну, вышка точно падает. Четыре секунды до появления. Да, да, да. И, наверное, барак смогут забрать. Ну, милишный заберут. И ренджевой тоже нормально подпилили. Причем это не критично. Милишную же смогли запилить. Второй падает сам по себе. Ну, Антимаг себе несет Тараска уже. Да, АМ очень силен. Вот когда буквально 10 минут назад, может, чуть меньше, у Спектры было 12 тысяч, и у Антимага было 12 тысяч. Сейчас у Антимага 23 с половиной тысячи нетворса, и у Спектры 14 с половиной. Это было две драки, которые ребята из СГТ проиграли, и Антимаг просто невероятным образом разогнался. Он почти в два раза дороже Спектры. И плюс Инвокеру, у которого тоже денег больше, чем у Майнкерри СГТ. Да, но как же сейчас вообще решать Элдер Титан в замес? Да, поэтому на него нужно как-то нападать. Нужно цеплять именно его. Если этим не заниматься, то зачем вы вообще, собственно... Играете в эту доту? В эту доту, да. Возможно, стоит игру поменять. Ну, потому что проблема реально только в нем пока что кроется. Да, Рошан. Ой-ой-ой, тут подцепили. Абу, и это минус. Рошан появится чуть меньше, чем через 6 минут. Габи подходит, начинает сплитить уже почти на веру. Вверху у хай-граунда противника. Делаются иллюзии из антимага. Вот, и Шадоу Демон. Ой-ой-ой, на Лейклзе нападение. Абисал по Лейклзу, и как же там просто сдувают эту спектру. Ой-ой-ой. Как все было просто... Байбека нет. Байбека нет у спектры. Да, это ГГ. Как все было просто, как все было дешево. Да, это ГГ. Вот именно, вот именно. Ну, я вижу там, потому что байбека нет, и команда тоже видит, потому что байбеков нет, поэтому ничего удивительного. Там Глокер что-то пошел развлекаться. Ну, вообще, что хочу сказать. То, что с ГТ немного закинули. Реально в один момент перестали фокусить именно Титана, но стоит отдать должное и Экзекрэйшн. Экзекрэйшн молодцы. Они... Этот антимаг, он был очень хорош. Вначале я просто на него ругался, кидался в него камнями, и он заслуженно получал все эти камни, все эти укоры. Но в итоге он исправился, пришел пару раз вовремя в драку и всех уничтожил. Молодец. Да, но при этом спектра от Лайклза действительно казалась в какой-то момент действенной. Да, она убивала всех. Вот как только... Момент, когда она убивала Титана в одиночку, там был как раз такой промежуток времени, она просто на него прыгала, как бы и срезала, там плюс один любой появлялся. А когда перестало это происходить, все. Антимаг просто с руками приходил, вернее, со своими сабельками и резал ее. Вся проблема именно в Титане была. То есть спектра его убивает без проблем, но долго. Неплохая, неплохая игра получилась по итогу, но я думаю, что мы будем уходить на небольшой перерыв, буквально минуток 5-7, возможно, и после небольшой рекламно-музыкальной паузы мы с вами услышимся на третьей решающей карте данного противостояния Execration против Signature Trust. Не переключайтесь. E-Gaming Bets. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОП. Ты точно знаешь, кто победит.